Массовые обстрелы юга и востока страны. На этих выходных в Украине воздушная тревога звучала постоянно. В Николаеве ночь субботы на воскресенье была самая сложная с начала войны, написал в своем телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич. По его словам, 12 ракет попали в жилые дома и учебные заведения. Два человека погибли. Десятки ракет и реактивных снарядов. Окупанты попали по жилым домам, школам, социальной инфраструктуре, по промышленным объектам. Российский удар забрал жизнь Алексея Водотурского и его жены Раисы, основателя одного из самых больших украинских агрокомпаний «Небулон», героя Украины. Сегодня ночью российские ракеты тоже разрушили несколько гражданских объектов Николаева. Так поврежден современный травмпункт. Это первое новое лечебное заведение в городе, которое построили за последние 20 лет. От ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях. Николаев при фронтовой город. С новостями о возможном контрнаступлении вооружённых сил Украины на оккупированный Херсон, обстрелы города со стороны российской армии участились. Тем временем, по словам исполняющего обязанности главы Херсонской ОВА, на данный момент ВСУ освободили уже несколько десятков населённых пунктов в регионе. В Херсонской области на сегодня деоккупировано уже 46 населённых пунктов. Большая часть на севере области, на границе с Днепропетровской областью. И немного на юге, на границе с Николаевской областью. Не прекращаются обстрелы Харькова. Вчера российские ракеты уничтожили типографию, которая выпускала школьные учебники. Часть четырёхэтажного здания с типографией обрушились. Выбиты окна соседнего многоэтажного офисного здания. В 4 или 5 утра в здании было два прилёта российских ракет. Производство учебников уничтожено практически на 50%. Фабрика, которая работала до последнего момента, остановилась. В Днепропетровской области российская армия обстреляла два района – Никопольский и Криворожский. 20 реактивных снарядов выпущены по городу Марганец. Серьёзные ранения получила 31-летняя женщина. Её состояние тяжёлое, сообщает МЧС Украины. В селе Красногригорьевка повреждены 28 частных домов. В Донецкой области Национальная полиция Украины собирает доказательства на месте ударов российских войск. Пострадали 16 населённых пунктов. Уже задокументировали 34 удара по жилому сектору и инфраструктуре за сутки. Есть погибшие и раненые. Лиза Поколец, Настоящее время, Америка. Вашингтон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...